Сегодняшнее наше занятие является попыткой продолжить организованный в этом благом пространстве областной научной библиотеки цикл, посвященного прежде всего, опять же, попытке проследить то, что можно хотя бы условно назвать историей или биографией, истины, начиная от самых восходных известных в историографии культурных процессов. Ну и в идеале, если удастся, может быть, даже дойти до сегодняшнего дня в рамках этого большого цикла. Он называется, в общем, вносит общее название «История культур». И эта попытка имеет отношение, конечно, прежде всего, к тому, чтобы инициировать тех, кто все-таки не отказался от спонтанного или, скажем, предлагаемого в рамках современных систем мысли проектов истины, учитывая то, что все-таки цивилизация лихорадит, начиная от военно-политической лихорадки и заканчивая планетарно-природной. Ну и, конечно же, этот курс в качестве мета-задачи пытается одновременно тех, кто хочет все-таки как-то разобраться в проблеме судьбы истины, или вот истории истины, конечно, попытка индивидуализировать эту проблему, поскольку все-таки исходный принцип этого курса, то, что сегодня, об этом в самом начале рассказал, потому что сегодня невозможно, это мой глубокий убеждение, невозможно дать так называемый общий параметр, общий интеграл этого сложного явления, этого сложного понятия истины, она стала слишком личностно-персонально ориентированной. Это связано, с одной стороны, с очень сложным процессом идейно-духовного рассеяния, которое случилось в истории культур, и одновременно с нарастанием того, что именуется личностной таинственной сингулярности. Сингулярность – это сведение воедино, когда в каждом человеке, это мой глубокое убеждение, вот на абсолютно индивидуальном уровне решается проблема так называемой истины. И в этой связи, повторяю еще раз, уже на предшествующих занятиях, они идут давно уже, мы в той или иной степени эту проблему обозначили. Ну, скажем, проблему многих векторностей истины. В какой-то степени эти векторы можно сравнить по аналогии вот с моделью Цеймана в отношении таинственности движения частиц в микромире. Вот если... Я не буду сейчас актуализировать эту проблематику с точки зрения квантовой физики, но если мы с вами, скажем, все-таки попытаемся как индивидуальную историю, историю, историю каждого из нас, вот человек, индивид в его личностной специфике, связаясь, скажем, с вопросом о вот истине, то, и, скажем, наметим точку прибытия как точку Б, вот были модели Феймана, то, видите, туда ведут многие, многие линии судеб. И, в общем-то, такое серьезное, философски в какой-то степени означенное отношение к опыту культуры означает в конечном итоге попытку на основе критического, однако обязательно обусловленного тем или иным горизонтом учености, того или иного все-таки опыта текстов, попытка, повторяю еще раз, соотнесения разных траекторий движений. И постановки себя сегодняшнюю перед вопросом, хорошо, а если философии, если мы набили о разных определениях истины, все-таки понятие истины сводится к тому, что именуется как единое во множестве, можно ли сегодня на опыте вот этих древних культур, цивилизаций и в дальнейшем движении сказать о том, что в нашем сегодняшнем мире, вот в нашем пространстве, времени, современной культуры, можно ли говорить о том, что все-таки, несмотря на все обилие индивидуальности, индивидуальных траекторий, необходимый перед нами стоит вопрос об этом едином интеграле для множеств. С тем, чтобы хотя бы мы наладили первичные, политологические хотя бы возможности мирной коммуникации, понимания, взаимопонимания. Потому что если мы с вами вот проблему вот этого истинного объединяющего интеграла не решаем, то тогда мы и оказываемся в ситуации дальнейшего рассеяния, потери друг друга и потери всякой возможности коммуникации, диалога и в конечном итоге взаимопонимания. Истина претендует, начиная от истины, скажем, любви мужа и жены и атмосферы в семье, и заканчивая атмосферой на планете Земля, истина претендует вот на эту объединяющую единственность. Не есть ли она вообще? Это попытка вопросов. И после наших попыток немного разобраться, прежде всего, в проблеме истины, в древнеиндийской культуре, в культуре древнего Египта, в культуре древнего Израиля. Сегодня мы проведем небольшое занятие, посвященное вопросу о, ну, скажем, совершенно, с моей точки зрения, уникальном, связанном прежде всего с тайной искусства, с тайной эстетического сознания, культурой Древней Греции, ну, на примере некоторых литературно-предсвящих, конечно, мифологических текстов. Вопрос истинный или не истинный, это вопрос жизни и смерти. И с точки зрения, ну, скажем, общего знаменателя всех философских, религиозных систем, ну, прежде всего, конечно, традиционных религиозных систем и мифосистем, этот вопрос имеет отношение прежде всего к проблеме спасения. Потому что те многочисленные из вас, кто был, например, на цикле занятий, посвященных Древней Индии, могут вспомнить приводимую мной уже, приведенную мной не раз, темпорологию древних индусов. Эта темпорология уникальна, она не совпадает, ну, скажем, с темпорологией, то есть с историей времени, ну, например, у древних египтян или у древних израильтян, и, соответственно, не будет совпадать с темпорологией напрямую древний грек. Напоминаю вам о том, что у древних индусов темпорология основана, прежде всего, на представлении о том, что в мире нарастает болезнь бытия. Все закончилось в конечном итоге, несмотря на принципиальное отличие, одним буддизмом, потому что, безусловно, Будда является, ну, скажем, дитя вот этой древнеиндузской, ведической драмы, отраженной в том числе в известной темпорологии о том, что мы живем уже много-много-много-много миллионов лет на этой планете. Эта темпорология, кстати говоря, в какой-то степени совпадает с, ну, геологической или темпорологией вот нашей с вами Солнечной системы, поскольку, в общем, она вписывается в системе так называемых юг-периодов длительных, она вписывается примерно в возраст нашей Земли. Возраст нашей Земли, согласно современной геологии, ну, от 4,8 примерно миллиардов лет. Солнце заглос примерно 5 миллиардов лет там назад, согласно современной науке. И вот эта древнеиндийская, она в какой-то степени совпадает. Но она открывает проблему того, что вот в этом чуде эволюции или творения мира все-таки есть причина болезни. Эта причина связана с сознанием. Потому что сознание во всей древних культурах рассматривается в конечном итоге как решающий фактор того, чтобы время мы с вами живем во времени, ну, физическом, историческом, индивидуальном, космологическом, чтобы время в конечном итоге не завершалось падением в хаос или в ничто, чтобы оно, это время наше, все время, ну, чтобы оно почищалось энергией вечности. Вот почему, когда мы с вами пытаемся понять начало Древней Греции, мы должны себе поставить прежде всего вопрос о том, что основа древнегреческой культуры и литературы, в частности, она связана совершенно особо уникальным кодом, причащающим время к вечности и дающим времени шанс не заканчиваться, не оконечиваться. и этот код отражен уже в космогонических мифах древних греков. Ну вот, когда один из самых известных художников начала нового времени, Петер Паул Рубенс, возвращается к к тайне греческого мифа и создает цикл картин, посвященных мифу, то он как будто, как вы понимаете, все художники актуальны, они пытаются актуализировать мир перед проблематикой, в который мир попадает. Потому что самое страшное это анонимность проблемы, когда я проблему не узнаю. Это самое страшное, когда я не знаю причины болезни, или даже болезни замечают. И, конечно, когда Рубенс вот на границе перехода традиционных культур в новое качество, в культуры нового времени, рисует подобные полотна, то он как будто бы возвращается к необходимости постановки вопроса об этом коде, который не дает, скажем, символу, числовому символу вечности восьмерки стать оконеченный шестерк. И эта картина имеет прямое отношение вот к этой проблеме кода. К этой проблеме прямого кода. Потому что на этой картине заброшено то, как бог времени, Кронос, ну или Крон, пожирает собственных детей. Этот миф вам известен. Крон, согласно ну, одному из самых древних текстов античной культуры, я имею в виду, конечно, прежде всего, средиземноморскую античную культуру, древней Греции, ну и вот римской. Этот текст, который мы сегодня кратко упомянем, этот текст Гесиода, который называется, который называется Теогония, это как раз текст, в котором древние греки в очень сложной, на фоне очень сложной мифообразной такой драматургии, пытаются донести до читателя все-таки то, что составляет основу всего культурного проекта Древней Греции. Как не дать Кроносу пожрать своих детей? Кронос, дитя Геи и Урана. Уран кодирован в мифе вечностью, но Гея тоже кодирована вечностью, потому что и Гея, и Уран, и Хаос, и самое главное для нас на сегодняшнем занятии, на этом будет делаться акцент, Эрос, Любовь, это те божественные первосущности, которые мы встречаем с вами в начале греческого мифа, главная задача которых заключается первое всего в том, чтобы не дать оконечить время, эпоху, культуру, поскольку, повторяю еще раз, конечно, мы можем применять разные культурологические концепции, и сказать о том, что культуры обречены, но видами, но я вижу в этих концепциях какие-то уловки, ну, в духе, например, Освадда Шпенблера, который написал, ориентируюсь, ну, скажем, сравнил культуры с древом, вот дерево, оно растет, оно молодо, оно весело растет, а потом оно становится зрелым, оно замедляется, а потом оно умирается, и так о культуре говорит, но это уловка, с моей точки зрения абсолютная уловка, просто потому, что, в общем, в мире, если хотите, все в той или иной степени все-таки кодировано вечным продолжением, или вечным возвращением, культуры оконечиваем мы, так же, как наши человеческие жизни и судьбы, а если мы их оконечиваем, то мы, значит, качеством нашего сознания не решаем проблему не оконечивания, человек должен долго жить, культуры должны долго жить, люди не должны убивать друг друга, государства не должны убивать друг с другом, особенно в глобализированном мире, ну и так далее. Вот, если мы хотим с вами серьезно отнестись к урокам, к педагогике и к вопросительности Древней Греции, мы, прежде всего, должны поставить вопрос, а есть ли в этом мифе и в этой культуре та педагогика, которая может вас хотя бы в той или иной степени приблизить к их коду вечности? Конечно, есть, потому что весь греческий миф и вся система сложная вот теагонии и божественных сущностей с их эволюцией и, безусловно, самые известные литературно-эпические и даже литературно-трагические тексты Древней Греции, которые всем известны хотя бы по названию, это все в той или иной степени связано вот с этим так называемым кодом. И сегодняшнее занятие это, прежде всего, попытка, оно будет скромное по времени, все равно нужно будет продолжать, это попытка хотя бы предварительно выйти на этот так называемый код древних греков. Что у них можно распознать как своеобразный антидот против смерти? Против того, чтобы Кронос все-таки пощадил своих детей и здесь конечно мы с вами будем напрямую связаны прежде всего с тайной того, как греки понимали эрос, любовь. Постарайтесь зацепиться за этот эрос, особенно те, кто хоть немного интересовался в философии, потому что безусловно известная греческая философия это прежде всего Платон и Аристотин они тоже полностью ориентированы на прежде всего философию эроса, однако понимают ее несколько отличным образом друг от друга. Но в мифе я еще раз подчеркиваю эрос это не просто ну скажем так телесно-психологическая устремленность друг к другу. Нет, нет, эрос это принципиальная космогоническая сила это энергия движок которая движет все то что мы с вами называем оппозицией к хаосу. Главнейшее понятие космогонии греков это понятие космоса. Мы об этом тоже будем говорить. И поэтому предварительное положение на которое я прошу обратить ваше внимание если вы там останетесь потерпите заключается в том что тайна кода это тайна способности прежде всего вот прежде всего с точки зрения мифа не только сознание а прежде всего это способность сердца или то что в нас называется может быть чувство и прежде всего это связано как это непарадоксально с абсолютно поразительным чувством которое пропущено многими работами по древней Греции это чувство о котором сегодня будем говорить которое призвано к тому чтобы различить между любовью к жизни и любовью к смерти вот в том тексте который мы сегодня кратко затронем это текст очень известного как вы наверняка знаете автора поразительного автора он был творил на границе восьмого седьмого веков до нашей эры это Гесиод он в одном из своих пассажей в этом тексте он в общем и говорит о том что вот я привожу прям отрывок из трудов и книги Гесиода когда сын Апета это Прометей украл огонь божественный то хранит напоминаю вам что греки в своих эпических текстах в этих потрясающих гигзаметрах шестистопниках они в общем героев божественных своих субъектов протагонистов называли чаще всего по отчеству Аббелит это сын царя Билея это Ахиллес Афродита это Киприда то есть рожденная на Кипре указана точка начала ну а хранит как вы понимаете это 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 Зевс это сын Кроноса ибо Кронос пожирал всех своих детей а вот благодаря ловке Рей Рей такая богиня женская я не буду сейчас забирать всех богинь богов это много времени она как вы знаете согласно мифу ну в общем она спасла Зевса именно он был тем кто стоит в эпицентре вот этой сложной грамматики спасения предпринятой древними греками прежде всего в их мифопоэтике и Кронит то есть Зевс гнели к нему обратился Кронит облаков собиратель он обращается к Рометею и говорит сына Апета и Апет был отцом ну сейчас не буду просто меж всеми искуснейшим замыслах хитрых рад ты что выкрал огонь и мой разум обманом опутал на величайшее горе себе и людским поколением им за огонь и спошлю и обедой и душой веселиться станут они на нее у человечества всего то колики то рези вся история его история болезни и он болеет все сильнее все злее и без болезней и наслаждаются своей историей болезни это 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 Высоцкий поверь и душой веселиться станут они на беду и возлюбят что гибель несет вот эта любовь к тому что гибель несет это тот самый тот самый самый опасный полюс ну скажем смерти или тонатоса который греки опять же связывают с тайной любовью будто бы нас возвращая к вопросу поставленным в самом начале а мы сегодня различаем между любовью к жизнью и любовью к смерти эти две любови легче всего перепутать и многие наши зависимости ну скажем от алкоголя никотина хотя бы такие самые известные или одну и других вещей которые казалось бы редко являются признаками ну скажем современной жизни ну все таки являются своеобразными такими скрытыми знаками любви как раз тому что разрушает а не тому что бережет вот этот акцент очень важно в самом начале принять к сведению иначе мы с вами ничего не поймем в проекте греков ибо когда греки после классического периода классический период был связан вы наверняка знаете это из пятого класса с очень коротким периодом вот афинской гармонии после победы в двух греко-персидских войнах 490-й год до нашей эры Марфонская битва 480-й год опять персы вместе с сердцем сыном Дарья пытаются поработить Грецию опять победа в двух битвах при Соломении и Палатеи и начинается золотой период короткий такой и очень сложный после этого золотого периода пятого века до нашей эры греки начинают на уровне своего искусства и своей философии в общем готовятся к тому что они не смогут спасти свое время свою культуру как подтвердила в дальнейшем история Древней Греции сначала Александр Македонский ее лишил главного достоинства свободы но потом и римляне уже после Македонского во втором веке захватили Грецию так вот готовясь они стали создавать мифы предупреждения вот один из самых высокочастотных одно из самых высокочастотных изображений наступившего позднего периода развития греческой культуры это изображение кражи здесь вы видите бога Аида который на колеснице из черных коней крадет душу мира он крадет женщину жизнь крадет мы все время про это говорим на уроках посвященных к искусству тайна жизни это тайна женщины тайна мужчины это тайна способности или сберечь женщину или не сберечь он должен беречь начинает семьи заканчивая жизнью в целом отсюда у него такое имя муж он должен мочь мы можем или не можем в самом этимоне то есть в глубинной внутренней структуре значения заложено заложен первосмысл и вот эту ее продукт ее зовут наверное немножко изучает ее зовут ее зовут очень сильно я сейчас не буду заниматься именами каждое имя у греков потрясающее продуктивно для современных знаний ее зовут персифона вы можете даже в этом имени узнать и свет и фон световой жизнь это это световая материальная реальность свет материальный вот персифона он крадет дочь богини Деметры и он ее крадет но как он ее крадет посмотрите пожалуйста на этого симпатяга который сидит на крупе одного из черных камин это тот самый божок который вам всем хорошо известен это божок эрот бог любви мальчишка который посылает стрелы в наши сердца он участвует в краже почему почему он участвует в краже почему он помогает богу смерти затащить душу мира в подземное царство греки как будто бы возвращают нас вот к этой проблеме что решающий в конечном итоге в каждой судьбе и в каждой культурах где в конечном итоге индивидуальные сознания слагаются в коллективные сознания и является эта способность как когнитивная так в конечном итоге и чувственная душевная способность различать между жизнью и смертью точнее между любовью к жизни и любовью к смерти если хотите вся ученость посвящена должна быть этому это называется учиться жизни мы когда я начинаю когда люди начинают учиться в университетах разным наукам они должны с точки зрения научиться сговорить прежде всего научиться различать потому что на самом деле очень трудно и весь опыт греческой литературы начиная с Ильиады Гомера я уж не говорю ну Ильиада была раньше чем Гесиот она вся на эту тему миром движет тайна любви искусство поскольку мы сейчас с вами говорим о том что связано с тайной чувствования любовь это то что можно назвать максимальное проявление внутренних чувственных энергий движений вот почему как вы знаете так трудно бывает с этим движением справляться если мы попадаем в гравитацию любви ну скажем земной любви страстной любви нередко это происходит со многими людьми как правило не раз даже то вы сами понимаете что даже это злая довольно приговорка любовь слепа полюбишь и козла имеет отношение как раз вот к тайне неодолимости этих мощнейших энергийных внутренних психофизических гравитаций в поле которых попадает любящий и он в конечном итоге оказывается в сложнейшей ситуации повторяю еще раз вот солнечные удары Ивана Алексеевича Бунина темные олени его же в русской литературе полно утючего утючего Федора Ивановича тоже полно везде полно тайны вот этого движка а искусство с точки зрения теории это то что напрямую связано к тайне наших чувств это называется чувственное восприятие через красоту или через то что нас отталкивает через безобразное и в конечном итоге тайна любви имеет прямое отношение к тайне наших эстетических тяготений потому что эстетика даже греческое слово несмотря на то что существует уже наука изучающая искусство с 18 века вот ее создали попытку создать такую науку с моей точки зрения она еще не создана ее надо делать всем многое вы еще не создали это могу глубокое убеждение но это другой вопрос так вот любовь всегда связана с эстетическим восприятием главная категория эстетического это категория прекрасного мы влюбляемся в то что наше чувство узнает как прекрасное и не влюбляем того что наше чувство не признает как прекрасное и поэтому в принципе общая проблема искусства и общая проблема тайны самого сильного чувствования это тайна того что связано с общим знаменателем это тайна того которую повторяешь хотя бы кратко начать вот означивать это тайна того что согласно самому знаменитому определению искусства у Аристотеля связано с подражанием подражание подражание означает ну скажем так образное следование зачем-то это понятие лимезиса лимезиское подражание и это понятие впервые дал философски пытаясь его так сказать определить логически объяснить дал Аристотель это хорошее и сложное конечно же понятие но если попытаться проблему подражания и тайны художественного делания то есть тайну художника искусства вот свести к тому чего же подражать подражать тому что и является бессмертным пространством времени там где нет смерти Аристотель называет это понятием прекрасная природа не очень точно в реческом языке это коллагогатический фьюсис я сейчас не буду уточнить позже уточню но дело-то в том что согласно грекам мы с вами живем в сложно организованном родившемся из хаоса а кто же родил родил Эрос Эрос задал полноту вот этого мирового порядка мирового целого где все духовно незримое и материально зримое идеальное и здешнее материальное красота и благо он он и она курас и кора где все упорядочено где даже есть в самом деле бог аид но он все еще не крадет женщин но он просто есть как то измерение куда в сложной повторяющей вас космографии древних греков уходят потом как тени души умерших это космос и космос прекрасен говоря языком теории он каллокаготичен понятие каллокаготи интегрировано в русский научный локабуляр это означает с одной стороны прекрасный каллос и агатус благой истины это когда мы смотрим на нашего любимого человека и воспринимаем его не только как эмпирически чувственно как прекрасное мы одновременно через это причащаемся тому благу содержания то той истины любимого человека который явлен в этой форме самое страшное не перепутать потому что когда студенты не говорят например очень хорошие студенты говорят что мой любимый роман портрет Дориана Грея то они как правило путают потому что Дориан Грея это как раз роман в котором полностью разрушена каллокогатия но роман с точки зрения мастерства автора гениальный но каллокогатическая пропорция принципиально разрушена вот поэтому подражание безусловно имеет отношение к тайне космоса это художественная душа минуя пределы способности индивидуального ума локального минуя пределы способности в значительной мере в том числе индивидуальной психологии художественная душа душа творца миметическая душа она приобщается к тому что недоступна больше ни для чего она приобщается именно к отражению космоса и поэтому если космос начал болеть то художественная душа ну скажем гомера в своей миметической способности подражания этой болезни переводит общекосмологическую болезнь в которую интегрирован прежде всего человек одно и одновременно и звезды и светило это все и сложно устроенные духовные силовые поля космоса человек душа душа или художественная душа гомера приобщается к этой болезни и подражает ей и переводит эту болезнь в тайну художественного эпического слова пытаясь по крайней мере поставить диагноз возможно этот диагноз одновременно является историей болезни в попытке найти противопротив найти средства лечения найти медицину против этой болезни важно ухватиться за это понятие за это понятие космоса и искусство как подражание вот этому прекрасному колокогатическому идеальному связываю вагон в своей внутренней органической сущности эросом как космической пропотенции космосу тайна греческого кода избавления от болезни это тонкая притонкая и сложнейшая грань которая имеет отношение прежде всего к искусству вот почему я считаю абсолютно оправданным то что диагония диагония гесиода начинается с абсолютно знакового означения того что тайна спасения пребывает и что первые кто на нее на эту тайну указывает являются как раз музы пребывает в тонкой притонкой сложной зоне ее можно обозначить скажем как как волновая функция от истинной любви как производная волна световая в том числе световая от истинной любви вот почему Гесиод начинает свою диагонию с обращения к музам давайте сначала быстренько вспомним про муз музы это богини искусств их вот девять и они все описаны для всего тоже подробно описывает рождение муз во-первых как переводим с греческого воспринятое в русский язык слово музы очень важный момент музы означают в переводе с греческого мыслящие вы скажете подождите подождите музы связаны с тайной эстетических чувств но тут мы с вами сталкиваемся с потрясающей если хотите если кто-то немножко знает физику современную с потрясающей совершенно теорией струн античного античной космологии греки исходят из того что вселенная космос обладает внутренним коллективным разумом они называют его НУС это мировой ум и он сложный такая струнная система информационного обеспечения общей в том числе духовно-материальной органики космоса но все это мыслит потом тому как вы в своем организме тоже все в конечном итоге решаете тайные мысли организм мыслен вы задаете ему функцию и он выполняет вот так же и сложное образование космос там есть внутреннее сознание Гераклит такой философ тоже древней Греции назвал это это сознание мировым логосом связав его с тайной слова те кто живут после Гераклита одновременно указывают это прежде всего это орфики другие такие мыслители я же не буду всех их перечислять они развивали идею того что одновременно мировой разум одновременно мыслит энергии энергии потрясающие теории как-то вот с ней до конца немножко вам не запутаться но я хотя бы старайтесь немножко актуализировать так вот если я попадаю в точку мира в точку космоса греки бессловно исходили об этом Платон пишет о том что мы с вами непрерывны то есть Платон вызывает ну скажем традиционную теорию о движении душ они сложно движутся но они приходят и уходят они придают новые качества и мы с вами приходим в общем в мир не пустыми как полагают например некоторые философские теории можно конечно с ними соглашаться вам просто нужно все критически сравнивать мы приходим в мире уже с определенной внутренней предзаданностью а если сказать с внутренней предпамятью но это память без сознания если хотите согласно тому же Платону это память моей истинной душевной природе о мировом мусе Платон называет это эдетической памяти Платон философ великий он называет это эдетической память эйдосы это принципиальные силовые точки мирового ума это истинные точки партитура эйдоса создают истину не следование партитуре эйдоса приводит к тому что для меня все в мире превращается в искаженное в том числе для моего зрения теневое становится тенью а истинного я не вижу я глязу на женщину и вижу в ней только биологический объект я не вижу в ней жизни я должен видеть в ней жизнь но жизнь могу увидеть только приобщившись к этому мировому мусу как я могу в моей короткой земной локальности приобщиться к нему и тут греки создают свой проект спасения моей индивидуальности но одновременно в силу того что я участвую в теории струн Аполлон держит всегда струнный инструмент арфу или кефар чтобы приобщиться к ней греки говорят я должен сделать свой ум а точнее я должен сделать себя мусическим я должен начинать мыслить через мус потому что они мыслящие но они через психологические вторжения через воздействие искусства в меня приобщают меня к общему космогоническому и космологическому уму я начинаю сомысливать переживая еще не понимая но я участвую в этом мусическом празднике сбережения мира греки создают мусический миф мусы мыслящие и для того чтобы подтвердить это я указываю на то что они родились от того мужского маскулинного принципа который связан с тайной Зевса главного бога олимпийцев и родились от богини памяти от мнемосины то есть согласно теологии которую вы здесь видите искусство это продолжает быть искусство воздействуя на меня в обход моего локального сознания моих логических операций здесь вы это знаете кто-то из вас любит такую музыку кто-то любит такую песню кто-то любит народную песню великое совершенно искусство кто-то любит такое же кто-то любит таких авторов мы с вами индивидуализированы в плане наших эстетических приятий или неприятий но с точки зрения того о чем сейчас говорим речь идет о том что при воздействии на нас искусство вот они дисциплицируют эти искусства в рубрике девяти они прерываются через наши чувственные системы мы начинаем слушая музыку Моцарта ну скажем слушая его рекви мы начинаем плакать и надо надо слава богу но когда я плачу или когда я смеюсь это означает то что случилась эстетическая акция и во мне начинается таинственная реакция то есть ответ на это акция на это воздействие с точки зрения теории мнемосины или теории Мус в этот момент моя бессознательная душевная структурность начинает меняться начинает движение в направлении памяти в той памяти о которой мы уже сказали о том что это память о заглавном коде коде эдетического или логоэдетического логоэдетического устройства истины и это истинная пробит весь космос все пространство время в которое рождается грек если Мус удастся напомнить потому что все призвано напомнить это очень актуально потому что если например все таки с моей точки зрения вы любите гениальных некоторых вещей много очень на свете в искусстве 20 века если например любите его например любите его Джима Моррисона я приведу для молодых людей может быть Джим Моррисон это лидер легендарной американской такой группы The Doors тому название поразительное знаковое если вы любите Моррисона то вы любите смерть потому что Моррисон не скрывает того что в конечном итоге его двери это двери в смерть то есть это вам напоминает о нашей принципиальной конечность но если я в моей памяти но это Мимосина должна мне напомнить через своих мус согласно греческому повторяющему проекту сбережения мира от жестокого Кроноса пожирающего своих детей мы должны напомнить о коде жизни о коде жизни потому что согласно мифу этот код есть в каждом человеке просто на них больше действует Клио на других больше действует Эфтерпо а на кого-то мистическим образом действует Урания это называется если хотите то умозрение это умозрение в которое проникает Зодиак Зодиак и мой ум и мои воли задекализируются вот Урания тоже муза вот идея греческого мифа это идея в конечном итоге которая сводится к проблеме воспоминания а имманент мне коде жизни и воспоминания происходят не через философские конструкции это уже потом Платон стал создавать свою теорию тоже на основе припоминания анамисис воспоминания во мне происходят от того что я рождаюсь миф я живу в букваре мифа и миф каждую секунду пытается мне напомнить о том коде жизни который во мне но который однако связан с проблемой того что этот код слабеет поскольку в мире нарастает в этом космосе нарастает нарастают такие процессы которые разрушают космос в этой связи повторяю еще раз кисеот абсолютно четко связывает проблему начала своей теогонии с тем что теогония продолжится то есть мир продолжится в своем движении это ну скажем это концепция говоря там языком латинян это концепция креацио континуа продолжение чудо творения или чудо эволюции потому что это вот и он начинает по этому теогонию смуз геликонских богинь мы песню свою начинаем на геликоне они обитают высоком священном нежной ногою ступая обходят они в хороводе жертвенник зевса царя дальше вообще и фиалково темный источник сам творец теогонического мифа абсолютно подчеркивает свою принципиальную зависимость от этих мусических богинь от тех кого мы с вами сейчас обозначаем как главные аспекты сбережения космос согласно греческому мифу в первой части теогонии Гесиот завершает один из экзаметров указанием как раз на то о чем так много сейчас говорилось голосами прелестными музы песни поют о законах которые всем управляются постарайтесь сейчас хотя бы предварительно связать проблему любви проблему чувственных акций и реакций с проблемами с проблемой закона которым все управляют ибо если вы это сделаете то тогда вы поймете почему все-таки согласно Гомеру Труэ должна пасть в Илиаде или почему например согласно опять же Гомеру Одиссей непременно должен покинуть Калипсо и непременно вернуться к своей Пенелопе С точки если вернуться модели Фейнмана несмотря на все многообразие траекторий и миф постоянно указывает на эти траектории он говорит пойдешь сюда потеряешь коня пойдешь сюда потеряешь голову пойдешь туда женишься но несчастным станешь и поэтому будет у тебя сторона которая будет посылать тебя и золотой рыбки пойдешь сюда сделаешь так миф как будто понаставить что сфера сбережения это серьезная и труднейшая проблема которая присутствует как если хотите вот единственная тоненькая такая вот тоненькая сберегающая волновая функция в которую я через миф и должен попасть из моей уже предзаданной мною в тане моего индивидуального рождения из моей разрушающей волновой функции те из вас кто немножко уже знает греческую культуру греческую трагедию например я предварю это потому что об этом скажу чуть позже на следующем занятии знают что например топорис рождается как тот кто не сможет в эту волновую функцию войти он рождается как погубитель трой и и и дельфийские дельфийские пифи говорят напрямую при Раме что твой сын который родится в этот день погубит тебя погубит трою погубит или он он не изменится он попал в ситуацию рока также например Эдип Эдип рождается тоже в реке Рока он хочет измениться но в этом как раз и весь ужас трагедии Эдипа он не сможет измениться и поэтому он убьет отца и абсолютно беззаконно женится на собственной матери это конечно все образы с точки зрения Эдипа мы с вами женились сегодня на собственной матери тем самым ее губя это тайна природы тайна женщины матерь материя жизнь в ее конкретной явленности в эмпирической мы должны ее беречь а жениться мы должны на на девах а не на матери вот почему греческий миф это во-первых очень трудно я повторяю еще раз в его сберегающей сути но как вы понимаете предварение немножко вы сами должны понимать что все великие мыслители уже иного времени они тоже настаивали на том что есть эта так называемая принципиальная волновая функция всеобщего спасения вот я все время напоминаю здесь про Канта ну Кант он просто как ребенок настолько доступен для понимания он все время говорит да в нас существуют очень сложные ну как так волновые процессы очень сложные материальные вот капускулярно волновые движения но у нас есть совершенно тоненькая волна она называется совесть если мы пытаемся выбрать среди разных векторов движения нашей конкретной индивидуальности правильную волну которая нас сбережет но одновременно сбережет человечество к вечному миру пишет он на эту тему работу и другие мы должны независимо категорически независимо авторсоставить целое участвовать жизнью мы должны следовать давлению совести и канта поэтому даже самые серьезные кантоведы нередко считают наивным мальчиком да конечно самые лучшие вещи беззащитные наивные кажется по крайней мере и вот что же это за повторяю еще раз что же это за тонкая волновая функция что я пытаюсь хоть как-то найти риторический код такой чтобы хоть немножко вот это та самая которая повторяю еще раз все таки с точки зрения мифа греческого связана с кодом космогонической космогонической пропотенции одновременно задающей все виды движения в мире в исходном варианте космоса когда из хаоса силой эроса образовался космос сдающий все процессы движения в космосе и именно истинная любовь сберегает космос и именно ложная любовь разрушает космос это то с чего нужно начинать обращение к литературе в том числе литературе но и в целом культуре древнего древнего древней грец поэтому уже скоро заканчивая мою сегодняшнюю небольшую занятию время уже час прошло я должен вас беречь и себя немножко но особенно вас потому что долго тем более трудно сразу еще поэтому заканчивайте закончите хочу указать на абсолютно прозрачную доказывающую вот обоснованность предварительной посылки последовательность того что мы с вами видим ну ставшим уже классической программной вот матрицей начала мировой литературы речь идет о первожанрах греческой литературы что такое жанр с точки зрения все-таки теории несмотря на множество разных работ написанных по жанру жанр вписывается в тайну того о чем мы с вами говорили выше в тайну мемезиса жанр это канонизированное то есть связанное с определенными художественными средствами кодирования того как ведет себя прекрасная природа космос с точки зрения художественного мемезиса с точки зрения художественного делания и поэтому когда мы с вами пытаемся смотреть на развитие жанров говоря о такой философии у каждого жанра есть отражение того что в нашем локальном сознании даже в коллективном согласно грекам но в общем может быть нераспознанным это вот сложнейшая пространственно-временная структурность органика даже это космос это организм как у нас с вами организм в которой происходят какие-то изменения и жанры отражают эти изменения вот жанр эпоса один из самых старых жанров первичных жанров он и появляется в какой-то степени как попытка постарайтесь это хоть немножко понять указать на те коды те коды удержания космоса в равновесии в гармонии колокогатической в гармонии колокогатии в гармонии возможности этот организм поддерживать состояние жизненного тонуса вот эпос то что в этом организме уже начались сложные центробежные процессы разрушающие этот организм рассеивающие его эротические каналы органической связи когда одна клетка говорит я собираюсь размножаться сама и организуют ракову опухол космос пронизан гармониями эроса и если вдруг если вдруг парис рождается в трое как погубитель трое то он рождается как погубитель абсолютно уникального органа всеобщей органики космоса который однако впустил себя в болезнетворную патогенную клетку он уже не может вспомнить парис он уже вне пространства мусических воздействий его память о его месте в жизни о его месте в космосе зачумлена парис невольно станет виновником гибели трое как и было предсказано ну скажем так в космографии раков вот почему эпос я всегда думаю почему вообще родилось искусство я много читал там конечно но мне трудно считать что это просто кто-то хотел становись самой тогда все обращается но не должно обращаться уж слишком сложными опыты культуры с которыми мы с вами сталкиваемся искусство рождается как как повторяю еще раз как ну необходимое душевно-художественное делание с целью ну помочь как автору который творит искусство так и тому кто отвлекается на это искусство все-таки решить вопрос о жизни и смерти поэтому не знаю как вы но я четко различаю между теми кто мне не дает этот вопрос решать к сожалению это касается всего современного искусства простите меня но я вынужден просто так сказать оно для меня смертоносно оно разрушает мою способность чувствовать и я знаю как легко этим увлечься как легко стать обусловленным зависимым от этих искушений потому что есть потрясающее искусство с точки зрения делания но с точки зрения содержательной наполнности абсолютно разрушитель а тем более я же реагирую на это вы же тоже реагируете все что влюбиться в собственную такие ну влюбиться например в карме она же потрясающая но она ну ладно так вот эпос я думаю я считаю что тайна эпоса она как раз и связана с тем что в дополнение к тому мифу который бессловно очень сложно сейчас не смеюз заниматься теорией мифов с разных текстовых точек зрения их не так много но они есть их легко очень поднять эпос как литературно художественный жанр рождается как меметическая художественная то есть поэтическая поэсическая мусическая реакция на то что мир заболел и что нужно сейчас показать лекарство против этой болезни эпос способен еще лечить если вы прочитаете эпические тексты глубоко то вы там непременно найдете лекарство и в Илиаде это лекарство четко совершенно означено как в сюжетном развитии так и в конкретных гексаметрах в которых идея Илиады а это прежде всего идея тайны любви спасающей или разрушающей мир и место человека в поле напряжения между любовью к смертью и любовью к жизни она четко совершенно в Илиаде объявлена она художественно явлена объективирована просто Илиаду надо читать а это трудный вход он требует и времени и сил и терпения но в лучшем случае хоть какой-то какой-то заинтересованности но для этого нужно попасть под Калиоп Калиоп это муза эпоса и поэтому эпосы это коды спасения и в Илиаде он четко совершенно явлен и в Одиссеи в Илиаде это космогонический код спасения а в Одиссеи это антропологический код спасения в Илиаде Гомер четко указывает на то как каждый человек должен соотносить себя с пространством временем мира в который мы с вами рождаемся в Одиссеи Гомер четко указывает на то как я должен будущее будущее вырванным из своего истинного места в органике космоса как я должен это место вновь обрести это антропологический код это очень педагогические наседательные эпосы они полны дидактики потрясающей учительной готовящей нас к настоящему и когда вы всматриваясь в историю литературы древней Греции вдруг начинаете ввиду 6 века видеть как рождается театр а на театре рождается драма которая в общем безусловно развивается в поле напряжения между трагедией и комедией то вы сталкиваетесь уже с ситуацией в которой в конечном итоге решаются вопросы а спасет ли вот в этом новом развитии космоса который все больше и больше болеет спасет ли современник классической эпохи и последующих времен как то так и другое спасет ли он космос и спасет ли он самого себя трагедия говорит нет комедия говорит это диалектика жизни даже если не спасет вот появление жанра трагедии ну прежде всего конечно датирует обычно если мы с вами датируем но хотя бы с гомеровских времен там ну десятый век до нашей эры то спустя примерно пять веков рождается трагедия как меметическая реакция на то что в мире что-то случилось такое что ставит человека перед проблемой сложности спасения аристотель как вы знаете наверняка об этом в школе говорят он еще рассчитывает на то что я способен испугаться тому как изменился мир что глядя на трагическое действие моя душа способна испугаться потому что если она не испугается согласно аристотелю то тогда она не переживет очищение катарсис первое условие катарсиса это то что глядя на трагедию дипа или на трагедию ну скажем федры которая не может не любить своего пасынка преступной любовью я должен испугаться потому что если не испугаюсь повторяю еще раз то во мне значит нет реакции во мне нет подключения к музыческой памяти мирового нуса должен испугаться потом должен найти в себе добро зачем тогда жить испугаться что зачем тогда жить испугаться уже время затем чтобы измениться затем чтобы измениться чтобы измениться потому что когда я испугаюсь я могу измениться когда глядя на то что детей потрошат на улице разные маньяки или в Беслане убивают деток, потому что существует проблема терроризма, я не пугаюсь, то значит я могу остаться таким же холодным и неизменным, и считать, что это нормально. А если я испугаюсь, то я, может быть, стану президентом когда-нибудь, даже если не стану, то я, может быть, на уровне психологическом и сложном человеческом. Человек, это сложно. Я начну меняться. Надо пугаться. Сегодня в мире много проблем, перед которыми стоит пугаться. Простите? Но это не я, это Аристотель, хотя я в этом смысле с ним согласен. Он говорит, сначала нужно испугаться. Он называет это фобосом. Страх. А потом, если я еще добрый, потому что во мне, значит, есть эрос, я способен полюбить другого человека, я должен начинать сострадать. И если это оба служатся, страх и сострадание, то тогда во мне может начаться процесс изменения. Я могу начать выздоравливать, я могу начать очищаться. Это ученость такая. Она сложилась в 4-3 веках до нашей эры. У нас в 4-м особенно. В Древней Греции. Милищица не лечится. А? Милищица никто. Мы плохо учимся. У нас очень много дел. Мы плохо учимся. Особенно, если мы взяли за учебу. Хорошо быть просто хорошим чистым человеком, честно делать свое дело. Тогда просто следовать хотя бы совести. Такие люди есть. В России их было очень много. Но если бы мы уже укусили это яблоко, в библиотеку приходят те, кто уже укусил яблоко с Древа Познания. А это означает то, что надо учиться. Деваться никуда. Потому что самое страшное знание – это полузнание. Самая страшная истина – это полуистина. Самый страшный ученый – это полуученый. Он хотя бы должен находиться в динамике вечного движения. А если бы он сказал, что вот это вот так, то он построит вам какую-нибудь теорию диктатуры. Там пролетариата или расы. Почему? У нас яблоко диктатуры не будет. Ну хорошо. А как ты знаете, сделаю? Завершая сегодняшнее занятие, завершая сегодняшнее занятие, я делаю небольшой вывод, который безусловно имеет уже прямой выход на текст. Поскольку все-таки, конечно, это занятие придется, думая о греческой культуре, литературе в частности, все время связывать вот с этим так называемым мифокодом. Потому что если вы хоть немного знаете миф, вы знаете, что миф невероятно антинамичен. Он обивалентен, он противоречит. Он говорит или-или. Но я приведу самый простой пример из мифа. Причем мы плохо знаем миф, потому что мифы все время нарастали. Ну скажем, в одном из мифов Гера, то есть жена, выгнала Зевса из дома. И он, превратившись в кукушку, сидит на краю кровли Олимпийского дворца под дождем и ждет, пока Гера когда Гера переполнится состраданием и пустит его назад в дом. Это предводитель Гер, Посидонов, Аидов и всех остальных богов. Мифы очень противоречивы. Они как будто говорят, вот это код спасения, это код разрушения. Самый известный, может быть, пример, это миф об Одиссеи. Я после-ка его напомню, я на этом закончу, потому что можно приводить другие примеры. У Одиссея в мифе, согласно мифу, две смерти. В первой смерти Одиссея, это хорошая смерть, он возвращается в дом, он отбивает от жены 20 неправильных мужей, имя главного мужа, я напоминаю, потому что, может быть, мы в процессе занятий, к этому вернемся, антиум, антиной. Это тот самый муж, который не способен сберечь панелопу, поэтому она все время распускает, женщина ткет ковер жизни, распускает тот самый ковер, который и есть эмпирическая жизнь. И Одиссея нагоняет их, жестоко, правда, но выгоняет. Какие условия того, чтобы он сберег жизнь и нашел себя? Это его сын, Телемах, который, по условию Одиссеи, непременно должен выйти ему навстречу. Каждому сыну нужен отец, он должен идти навстречу. И он идет. И через Телемаха продолжается жизнь. Одиссея умрет только тогда, когда прекратит странствие. Когда он увидит вместо весла на плече уйдущему ему навстречу, он увидит лопату. То есть, это хороший миф, это хорошее завершение Одиссеева мифа. Это то или, которое код жизни. И Пенелопа, и сын, и уход из неправильной колдовской реальности Калипса, и выполнение всех условий возвращения, это сложное выполнение. А второй миф, который говорит «нет, что будет?» Это когда Одиссей рожает, не он рожает, она от него рожает, Калипса сына, которого зовут Телегон. И Телегон по закону отцовства и сыновства идет навстречу отцу, он должен его найти. Но Телегон находит отца, не узнает его, и подобно тому, как это случилось в романе «Братья Карамазовы», убивает. Как и вам, Карамазов. Идейно убил собственного отца. независимо от того, какой отец. Рог, но убивать мы должны разучиться. Вот вы видите два кода мифических, которые, безусловно, связаны с тайной мифа, в его тонкой настройке на код. Я, безусловно, сегодня уже давно отказался от кода мифа или от кода даже искусства. И, наверное, те, кто немножко меня знают, знают, что я отказался. Для меня вопрос истинно решен. Я не знаю, естественно, приобщен ли я к этому коду, но он для меня решен, однозначно. Но, как педагогика, особенно для тех, кто любит искусство, греческая мифо-литературная инициация вообще потрясающий совершенно повод очень серьезно относиться к тому, что связано с нашими мусическими играми. Музы с нами играют. Но вот это музы сегодня мне массины или все-таки музы уже украденные персифоны? Вот это вопрос, который, с моей точки зрения, остается открыт. На этом я хотел бы закончить. Большое спасибо, что вы меня выдержали. Большое спасибо за замечания и вопросы тоже. Ладно? Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok